Динамические характеристики Инерционные характеристики Это особенности тела человека и движимых им тел Мы берем инерционные аспекты Мы рассматриваем как самого спортсмена и снаряд, с которым он работает Или, например, дзюдоисты, которые работают с соперником Мы будем рассматривать уже как два тела Которые друг другу мешают, пытаются вывести разновесие Ускоряют, раздергивают, растаскивают и прочее Силовые особенности взаимодействия звеньев и тела, и других тел Ну и энергетические состояния и изменения работоспособности биомеханических систем Но это тоже понятно, что у каждого организма есть ресурс Нам нужно этот ресурс повышать Я вам недавно про это только что рассказывал Что неправильно биомеханика ведет к потере энергии Соответственно, одна мышца, которая должна поглощать столько энергии Она поглощает в два-три раза меньше Вы должны понимать, что организмом за сутки вырабатывается примерно 50 кг АТФ Ну вы уже, в принципе, люди образованы Должны понимать, что такое АТФ Атензин-трифосфат – это бензин нашего организма Которым мы, в принципе, живем Это он дает нам энергию Вот эти 50 кг вырабатываются и сжигаются за сутки То есть мы вот при весе я там свои 91-92 кг, я вырабатываю еще 50 кг бензина То есть как джип-кроссовер, там, не знаю, имею бак, там, грубо говоря, 50 литров с собой ношу Но так подфартило, что мы вырабатываем и он в цикле сжигается постоянно Чтобы вы понимали, что вот этот АТФ – это и есть вот эта энергия, которую вырабатывает митохондрии в организме То есть мы должны понимать, что 25 кг из этой энергии тратится только на визуализацию, на зрительный орган То есть мы 25 кг, вот насколько у нас энергопотребление глазами Почему говорят, там, не читать в темноте и прочее То есть когда садится зрение, человек автоматически начинает подсасывать эту энергию с тела То есть зрение просто так не садится Это опять все в биомеханике, если нету наследственности прямой и прочей истории То есть если где-то у нас шея проблемы, шея выдвижной, ящик уехала, там, где-то пережатости и прочие моменты Это все влияет на глазное дно, на давление и прочие аспекты вот эти Вернемся к тому, что 25 кг съедает зрение Остальные 25 кг съедает все тело Представляете, сколько у нас функциональных нервных систем, там, ферментных систем Сколько вообще организм делает за сутки Сколько организм производит или, там, наоборот, сублимирует или дренажирует Ну, он, в принципе, живет, он движется, там, идет постоянное движение, процессы и прочее То есть маленькая вселенная, нельзя же говорить Вот, поэтому Нужно понимать, что, в принципе, человек это ресурс, спортсмен это ресурс И наша задача, вот, изучая биомеханику, повысить этот ресурс, а не понизить Чем больше вы будете прокачивать кривого спортсмена, извиняюсь за выражение Если у него есть проблемы в биомеханике, если он подтаскивает ногу Если у него, там, один столбец в спине, там, квадрат, у него огромный, другой маленький Если он горбатый, сутулый, если у него, там, плоскостопие Если у него подвернут таз, там, возгибатели бедра, они горбатые Это все будет отражаться на его энергоспособности Это будет все отражаться на его, в принципе, активности Это будет все отражаться на его ментальном, энергетическом и психологическом состоянии, скажем так Поэтому биомеханика это достаточно серьезная, важная наука Я думаю, уже скоро в обычный институтский, в университетский курс биомеханики Внедрят современных авторов, которые будут рассказывать правильно, доступно и круто О самой биомеханике, о теле человека О том, что нужно делать, о том, что нельзя делать О том, какие вещи критичны, а какие нет И это достаточно просто, потому что весь тот курс, весь тот объем Я уважаю бесконечно наших физиологов, биомехаников Но есть маленькая, но мы чуть-чуть ушли уже, мы продвинулись Есть эволюция, да, то есть есть научные какие-то опыты, есть познание То, что человек в принципе это единая структура, единая сеть Которую нужно грамотно включать, грамотно прокачивать, грамотно нагружать Мы не имеем права давать нагрузку на кривого человека Еще раз говорю, да, то есть я, может быть, грубо это обозначаю сейчас Но кривой человек, он может быть врожденный, может быть кривой Может быть опять же спортсмен кривой, да, то есть специфика такая Мы все равно должны его ровнять Если у него правая нога, например, если он боксер, профессионал высших достижений У него паттернное движение сформировалось, что у него правая нога Она не стоит на трех точках опоры, она не стоит даже на двух точках опоры Она стоит на большом пальце, потому что постоянно по развороте Понимаете, о чем я говорю, у него он правша и постоянно всаживает правой рукой Соответственно, у него выворот бедра огромный И мы не можем в принципе нормально сделать движение, нормально сделать шаг Если у нас мышцы не выполняют ту работу, которую они должны выполнять Это прямая связь Вы должны понимать того, что если я шагаю через сторону и ногу закидываю постоянно правую То, скорее всего, к какому-то звену придет конец по-любому Мы должны понимать, что у всего есть ресурс И если мы прокачиваем человека, мы должны этот ресурс повышать Если он кривой, извиняюсь за выражение, асимметричный У него с одной стороны гипертонус, огромная часть, а с другой гипо Мы не имеем права его грузить обычными стандартными нагрузками Мы должны максимально создать условия для того, чтобы выровнять эту гипотонусную сторону Чтобы она максимально сравнялась с гипертонусом Чтобы они выровнялись, чтобы был обычный тонус И тогда в этом положении мы будем давать нагрузку Тогда это будет нагрузка правильная Тогда она будет возрастать И тогда будет цимус того, к чему мы вообще стремимся К чему мы идем И для чего мы здесь, в принципе, для чего мы познаем эту науку Инерционные характеристики Свойства инертности тел Расскрывается в первом законе Ньютона Всякое тело сохраняет свое состояние покоя Или равномерного и прямолинейного движения До тех пор, пока внешние приложенные силы не изменят это состояние Иначе говоря, всякое тело сохраняет скорость Пока ее не изменят силы То есть мы, в принципе, инертное понятие, оно в физике еще в школе, инерция То есть обозначалось Мы должны это понимать И ничего сложного здесь нет Это понимание в том, что инерция действует на все законы На все тела, которые подвергаются законам физики То есть человек не исключение У всего есть, если мы говорим о метрических характеристиках То у всего есть начало движения Само движение, конец движения То есть инерция влияет, в принципе, на все это движение И на начало, и на средние, поступательные какие-то мелкие движения На угловые движения, на изменение осей И на конец движения Соответственно, оттормозиться, поймать себя Где-то поймать равновесие латеральными моментами Какими-то, то есть равновесными Где-то, в принципе, понять, что Инерция — это переход в следующее движение Использовать инерцию в свой плюс То есть мы делаем первое движение И знаем, что будет инерционный сдвиг То есть уход с точки, уход с оси Мы продолжаем и подключаем в следующее движение Используем свои какие-то инерционные моменты В свою пользу Масса тела, я думаю, все здесь достаточно понятно Это все с физикой связана опять история Поэтому зачту вам, что такое масса тела Это определение, это мера инертности тела При поступательном движении То есть она измеряется отношением Величины приложенной силы К вызываемому ему ускорению Измерение массы тела Здесь основано на втором законе Ньютона Изменение движения прямо пропорционально Извне действующей силы И происходит по тому направлению По которому эта сила приложена Масса тела зависит от количества вещества Тело и характеризует его свойства Как именно приложенная сила может изменить его движение Одна и та же сила вызовет большее ускорение У тела с меньшей массой, чем у тела с большей массой Ну здесь в принципе понятно Здесь достаточно доступно описано все Что хочу сказать вам Хочу сказать то, что биомеханика Это серьезная наука Это классная наука Она очень интересная В нее нужно просто немножко погрузиться Вникнуть и станет все понятно Потому что поначалу Я помню вот в одиннадцатом году Я учился у Евгения Валерьевича Блюма С одиннадцатого года Погружаюсь в эту историю Биомеханика очень интересный предмет Его нужно исследовать Его нужно в него погружаться Это очень крутые знания Очень крутая наука о теле В принципе, если вы даже не спорте высшие достижения Она вам нужна, она вам пригодится Она встречается в обывательской истории Постоянно, каждодневной Тело у нас 24 часа онлайн Мы постоянно должны с ним работать Если у нас разум душа где-то отдыхает Когда мы спим Образно говоря То тело у нас здесь на земле постоянно находится И нам нужно о нем заботиться Нам нужно его прокачивать Нам нужно повышать его ресурс Что самое главное Только вот энергетический ресурс Ресурс здоровья Он позволит жить счастливо, качественно В первую очередь То есть из этого у вас будет вытекать Правильная вообще жизнь Правильные мысли и все То есть вы должны это понимать Что могу сказать То есть учась с одиннадцатого года Евгения Валерьевича Блюма То есть я достаточно много прошел в биомеханике Смотрел, то есть вывел какие-то свои определения Свои какие-то постулаты Как сказать В себе записал, сформировал в себе Про авторов Могу вам посоветовать еще несколько авторов Которые вам помогут в этом Которые достаточно доступно, хорошо описывают Это немножко не наши Извиняюсь, это у сверхпатриотичных людей То есть сразу извиняюсь Это не наши авторы То есть это Томас Майерс Анатомические поезда Есть Анатомические поезда движения У него уже книжка Есть, по-моему, четвертый том вышел Я учился по второму, по третьему изданию Сейчас уже есть четвертое издание Дополнено Про что и говорится То, что по сей момент идет развитие Познают человека То есть есть третье издание Уже вышло четвертое Разрабатывается уже пятое Его соавтор этого Джеймс Эрлз Это тоже непосредственно мой учитель Я у него учился За что у меня есть тоже особая гордость Вот как за Блюма Как и за Эрлза Это два таких гуру современности Это соавтор анатомических поездов Джеймс Эрлз У него есть еще очень крутая Его непосредственно его труд Это Born to Walk Рожденный ходить называется Она, к сожалению, только на английском языке Но заодно и прокачаете уровень английского То есть разговорного своего Словарного и прочее То есть там очень много понятий Которые не переводятся Они как там звучат одинаково Так и на русском языке Вот Капанджи обязательно Прочтите Тритома Капанджи Это очень крутая биомеханика Верхняя конечность Нижняя конечность Позвоночных Тритома Возьмите, почитайте Это книги, которые должны быть На столе У специалиста Который в принципе Развивается Который уважает Эволюцию Скажем так В большом ее появлении Вот Ну В обучении В пиомеханике Еще где-то То есть Можно взять Зацилорского Горхошанского Еще каких-то Авторов Уткин Вот такие вот Книжки Можно по ним учиться Там в принципе Тоже достаточно Все Достаточно всего много Но очень сложно написано Очень Очень тяжело Воспринимается Это Человеку Особенно Вникающему В эту историю Поэтому я вам Предлагаю Немножко Как бы Упростить Скажем Капанджи Капанджи Томас Майерс Возьмем Джеймса Элза Борунту Волга То есть Возьмем Биомеханика Евгения Валича Блюма То есть Книжка вышла Она есть Она очень крутая Она А-ля формат Томаса Майерса Сделана Прямо Очень доступно И Классно объясняется По главам По Функциональным моментам По Недугам Ну то есть Очень Очень классно Кого еще Могу посоветовать Из Таких Расширяющих Угозоров Это Наверное Леопольд Бюски Можно почитать Тоже Назнакомиться С его Трудами Мышечная цепь По-моему Называется У него История Вот Поэтому Что могу Сказать Движение Есть жизнь Надо двигаться Надо развиваться Правильное Движение Есть правильная Жизнь И качественное Движение Есть качественная Жизнь Соответственно Мы Есть Движение Даже Я сейчас Сижу Помимо того Что у меня Двигаются Руки Где-то В голове Происходит Движение У меня Происходит Движение В межфасциальных Слоях Межмышцами То есть У меня В организме Все живет Все движется Как только Я Лягу В древности В древности Ты умираешь Когда Тебе не приходит Новая вибрация Но вибрация Это в принципе Все Знакомство Новые знания Новая музыка Или еще что-то Если К вам не пришла Новая вибрация Вы Стали Немножко старей Соответственно Обогрещайтесь Чем-то новым Постигайте Занимайтесь Собой Занимайтесь Любимым делом Я желаю вам Успехов И всего Самого хорошего